Всем привет! Меня зовут Даша, я работаю в Maps.me в команде графики. И сегодня я хочу вам рассказать, как мы добавляли в наши карты третье измерение. Добавляли мы его для двух целей. Во-первых, мы хотели научиться рисовать красивые трехмерные домики. Во-вторых, в режиме навигации дать пользователю больший обзор и включать перспективный вид. Ну и чтобы как-то с чего-то начать, давайте начнем с чего-то более простого. Подумаем вообще, с чего нужно начинать, чтобы нарисовать хотя бы в 2D какой-то кусочек карты, что нам нужно для этого знать. Ну, очевидно, что нам нужно как-то понять, в какой позиции мы находимся и что хотим, собственно, нарисовать. Для этого нам нужны координаты нашей текущей области. У нас они задаются в проекции Меркатора. И, в общем, мы задаем видимый прямоугольник того, что хотим нарисовать. Далее, из пропорции того, что мы хотим увидеть на экране самого экрана, мы можем понять, какой масштаб для этого потребуется. И, исходя из этого масштаба, мы рассчитываем, какого размера тайлики потребуются для того, чтобы отобразить нашу карту. Тайлики у нас в проекте используются как только логические, не такие растровые, как мы привыкли знать о них. То есть они нам нужны только для того, чтобы спозиционироваться на карте и понять, какой кусочек этот тайл описывает и на каком уровне масштаба. Соответственно, мы можем разбить нашу область на вот эти тайлы и понять, какие тайлы нам видны и какие нас интересуют. Соответственно, если у нас зум подальше, то тайл будет, например, таким образом. А если мы чуть-чуть приблизимся, то у нас вот этот тайлик разобьется на 4 более подробных. И мы запросим тогда уже вот такой список тайлов, запросим для них данные. Ну, давайте дальше продолжим на примере одного тайла. Допустим, вот нас интересует этот тайл, и нам нужно как-то получить информацию о том, что находится в этом тайле. Для этого мы обратимся к нашей системе вычетки с номером этого тайла, ну, его ID-шником, грубо говоря, и нам система вычетки вернет список фич, то есть каких-то объектов, которые в него попадают. Дальше по этому списку мы запросим информацию о том, более подробно, что из себя эти фичи представляют, то есть их геометрию, какие стили нужно применить к этим фичам на текущем уровне зума и так далее. И на основе этих данных сгенерируем, собственно, эту геометрию, которую будем потом рисовать на экране. То есть OpenGL-ные буферы с вершинами, все как положено. И поскольку у нас такой геометрии очень много на карте, все состоит из маленьких полигонов, которые могут представлять здания, какие-то леса, дороги и так далее, у нас эти полигоны будут сгруппированы друг с другом в общие единые буферы для того, чтобы можно было этот большой-большой буфер с разными полигонами отрисовывать за один draw call. Что значит похожие? Это значит, что за один этот вызов можно их отрисовать потому, потому что они используют одни и те же параметры OpenGL. И вот таким образом мы эти полигончики группируем в эти буферы и отправляем на отрисовку. Но поскольку буфер у нас в один большой буфер может могут попасть полигоны от совершенно разных объектов, а на карте нам нужно, чтобы в итоге картинка получилась такая, что дома находятся там строго над землей, вода под землей и так далее. Вот это взаимное наложение нам помогает осуществить такой прием, что мы используем нашу z-координату как такой логический уровень глубины. То есть у нас, допустим, для домов предопределен какой-то z, для земли, для воды и так далее. И всю работу по правильному наложению вот этих полигонов за нас делает OpenGL. Помимо правильного наложения полигонов между собой с разных логических слоев, нужно еще как-то уметь правильно накладывать объекты с одного логического слоя, потому что их может быть очень много и мы их не все можем отобразить на карте одновременно. Это касается всяких значков, подписей, которых очень большое количество на карте и мы их никогда не можем все уместить одновременно. Для таких объектов у нас предусмотрены такое понятие как Overlay. То есть каждому объекту ставится в соответствие Overlay и Overlay, ну как бы вот прямоугольный лут, который занимает этот объект, логическая такая единица. И для того, чтобы понять, какие значки отображать, какие нет, мы добавляем все наши Overlay в коды дерева, дерево Overlay, и оно позволяет нам довольно быстро определить, какие Overlay между собой пересекаются, какие нет, и между теми, которые пересекаются, сделать выбор, какие оставить, какие нет, на основе их приоритетов. То есть у каждого Overlay есть свой приоритет, это задается стилями в момент генерации геометрии, и здесь мы уже на каждом кадре принимаем решение, что показать, что оставить. Потому что карта постоянно там поворачивается, меняется масштаб, и взаимное перекрытие все время меняется. И мы вот в реальном времени делаем этот выбор. Для того, чтобы получить нашу двухмерную картинку, мы применяем простую ортогональную проекцию, когда параллельные лучи проектирования просто переносят без искажений то, что мы видим на нашу карте. Ну, это как бы всем знакомо. А когда мы захотели сделать обзор перспективный в режиме навигации, нам как бы понадобилась, естественно, другая проекция. Вот такая перспективная проекция. Здесь видно, что в итоге попадает область гораздо большая на экран, видимая. То есть вот эта пирамидка врезана, это вот видимая область того, что в итоге окажется на оранжем маленьком квадратике экрана. И первое, что мы захотели сделать, это посмотреть вообще, как будет выглядеть наша карта, если мы просто возьмем вот эту нашу плоскую двухмерную карту, наложим ее на плоскость и посмотрим ее под углом вот этой перспективной проекции. И получилось что-то вот такое. Такие звездные воины, сразу видно, что как-то глаз режет, но уже какая-то вот иллюзия перспективы уже есть. Ну, явно видно, можно понять, что эффект нам такой у нас не совсем устраивает, потому что вот как-то масштаб впереди разъехался, значки не читаются, подписи не читаются. Поэтому нам нужно как-то понять, как мы будем настраивать наше вот это перспективное преобразование, чтобы в итоге получился эффект, как будто мы смотрим на экран и наша плоскость, на которой карта нарисована, она как бы откинулась вниз, и мы, соответственно, из этого откинувшегося угла видим вот уходящуюся вдаль пространства. Давайте посмотрим, как можно этого добиться. Ну вот, здесь на рисунке оранжевая фигура представляет собой ту двухмерную карту, как вот она лежит на экране, то есть вот эта плоскость экрана, или картинная плоскость, то есть сюда у нас все проецируется. Когда у нас карта откидывается постепенно, она откидываться будет относительно вот этой стороны, то есть это, если смотреть на экране, ближайшая горизонтальная грань, и она будет опускаться как бы вниз. И постепенно с опусканием будет открываться новая область впереди. Соответственно, вот зеленый параллелограмм — это то, что откроется в итоге для обзора после откидывания этой плоскости. Ну, собственно, пирамидка нашей перспективной проекции, ее можно посмотреть вот так. А как мы, собственно, выбрали, как ее разместить, эту пирамиду? Исходя из того предположения, что когда у нас плоскость еще не откинута, мы находимся, ну, просто смотрим на плоскую карту, перспективная проекция должна нам давать такую же картинку, как давала ортогональная проекция, то есть вот без искажений такая карта, как она есть. А когда мы опускаем угол, тогда уже видно эту перспективу. Поэтому, зная угол обзора, мы поднимаем камеру на нужную величину, чтобы вот эти наши крайние лучи располагались на границах экрана. Вот. Остальное все можно посчитать. И понятно, что наша видимая плоскость увеличится. Соответственно, нам нужно рассчитать пропорции увеличения, то есть масштаб увеличения вот этой видимой области. А все остальное дано, угол наклона мы меняем сами, а видеон камеры зависит от угла обзора, который тоже мы задаем сами. И, соответственно, на основе этого рисунка мы можем создать несколько матриц пространственного преобразования, которые, собственно, сделают за нас всю эту работу. Повернут плоскость, поднимут камеру и настроят эту перспективную проекцию. И после применения этого всего, вот у нас получатся такие две картинки. Это до откидывания плоскости с перспективой, это после откидывания плоскости. Вот. Видно, что масштаб у передней границы сохранился в точности без изменения, а вот чем дальше, тем карта становится мельче, и вот наши тайлы уходят вдаль. Ну и вернемся к нашей теме с логическим Z. Как я уже сказала, что он у нас уже был задействован для того, чтобы влиять на порядок перекрытия наших полигончиков, которые имеют разный Z. В случае перспективы получается, что нам вообще-то Z нужен как настоящий Z, а не как логический. Как мы можем тогда рисовать наши перспективные проекции? Для того, чтобы как-то эту проблему победить, мы просто немножко изменили логику в наших шейдерах и сделали наши расчеты таким образом, что логический Z так и используется для того, чтобы получить взаимное перекрытие на двухмерной карте, а потом подставляется внутри шейдера уже тот Z, который реальный, трехмерный, вычисляется положение XY на плоскости проецирования, и дальше ставится обратно логический Z. Таким образом, этот логический Z помогает нам все так же влиять на перекрытие слоев, но позиция на картинной плоскости проекции XY уже у нас будет посчитана. Вернемся вот к нашей исходной картинке. И какие здесь еще проблемы, кроме того, что у нас неправильно настроена матрица проекции и другие матрицы. Видно, что здесь все наши значки, подписи, они тоже искажены, и чем дальше, тем они хуже видны. Нам нужно как-то эту проблему решить. Для этого нам нужно ввести такое понятие, как оверлейблборды. Это те значки, которые не ложатся в плоскость карты за ее поворотом, а остаются протагональными нашей картинной плоскости. То есть они как бы не участвуют в этом повороте. Но если просто взять и перевести эти значки в такое положение, сразу видно, что их почему-то вдруг резко стало очень много, и картинка какая-то тоже нечитаемая. Почему так получилось? Ну потому что пространства-то у нас стало видно очень много, а умещается оно все на то же количество пикселей на экране. Соответственно, и прореживать, чем дальше, тем больше нужно наше оверлейбл. Что для этого нужно сделать? Это изменить наше дерево оверлейб, которое рассчитывает взаимное перекрытие этих оверлейбл. Для того, чтобы оно умело это делать, нужно вот эти наши матрицы перспективного преобразования, дать их дереву, и оно уже будет рассчитывать вот этот объемлющий рект оверлея с учетом этого перспективного преобразования. То есть теперь оно оперирует прямоугольниками не в плоскости вот этой нашей двухмерной карты, а в плоскости нашей картинной плоскости, которая является экраном. Также стоит отметить, что в режиме навигации нас обычно больше интересует название дорог, потому что мы все-таки едем по улице, и нам важно знать, куда поворачивать, и какие-то номера домов, может быть, интересуют нас меньше, поэтому для случая навигации необходимо еще повышать приоритет надписей по дорогам по сравнению с обычными значками. И вы можете увидеть, что чем дальше к горизонту, тем больше месива из этих оверлеек у нас получается, по очевидным причинам, что их там просто в принципе больше. И чтобы немножко сократить мельтешение этих оверлеек, потому что как только мы будем чуть-чуть менять угол обзора, у нас там все время будет картина меняться, то один перекрывает, то другой. Нужно чем выше горизонта мы находимся, тем больше расширять вот этот прямоугольник нашего оверлея, чтобы он больше места вокруг себя расталкивал. Так он будет посвободнее и меньше вот этих миганий. Вот мы, собственно, сделали наше новое дерево АВВФ. Картинка стала гораздо лучше. Все уже неплохо просматривается, но осталась еще одна проблема. Проблема с отписями улиц. Они все еще продолжают лежать в нашей плоскости карты и становятся тем более нечитаемы, тем больше к горизонту приближаются. Из-за того, что просто очень мелко и понятно, их там невозможно прочитать. Так можно тоже побороть эту проблему. Наш движок позволяет рисовать текст вдоль сплайна. То есть мы ему вздаем какие-то координаты сплайна, и он, вот прям двигаясь по направлению этому, сплайна накладывает на него буковки. В текущем случае нам нужно этот сплайн сначала спроецировать на экран, то есть получить его двухмерное представление на экране, потом уже на этот спроецированный сплайн накладывать таким же образом буковки. Тогда они уже не будут искажаться нашей перспективной проекцией и будут выглядеть такими же, как они и выглядят в 2D. Вот здесь плохо видно, но можно заметить, что их надписи стало меньше, но зато они в таком своем исходном масштабе двухмерном и хорошо читаются. И даже там на горизонте дорога, которая идет, там тоже надпись в своем оригинальном размере хорошо читаемая. Хорошо, с этим мы разобрались, а теперь хотим реализовать трехмерные домики. Что нам для этого нужно? Из всех полигонов, которые нам поступают из системы вычетки, нам нужно понять, какие относятся к домам, какие относятся к лесам и прочим объектам. Для этого у нас есть тип фичи, и мы можем легко довольно это определить. Но эти полигоны, которые являются основаниями зданий, приходят к нам как набор треугольников, и никакого контура зданий нам неизвестно, поэтому нам как-то нужно его рассчитать. Соответственно, нам нужен алгоритм, который будет по такому набору треугольников определять внешний контур. Это нам потребуется для того, чтобы генерировать стены этих зданий. И, соответственно, кроме определения внешнего контура, нам нужно будет и определить нормалик каждой из такой грани, для того, чтобы сделать потом систему освещения. Таким образом, мы сможем понять именно форму нашего здания. Но так как в ВОСМИ есть еще информация и о самом внешнем виде здания, мы еще сделали поддержку таких данных, как Building Park. То есть здание может состоять из нескольких частей, и у каждой части может быть задана своя высота начальная над уровнем земли и конечная. И вот из таких вот как бы лепешек мы можем собрать целиковый домик. Вот на примере нашего бизнес-центра здесь видно, мостик является отдельным билдинг-партом. У него есть нижняя граница мостика, это минг-хейт, и верхняя граница мостика, это хейт. И вот в итоге мы умеем его рисовать, и все красиво получается. Вот примеры зданий, которые можно получить таким образом. Большинство рисуется красиво, но у нас есть еще пока нерешенная проблема, что иногда building-парт обрабатывается некорректно, и вот в случае с эйфелевой башней получилась вот такая красивая коробка. Нет, вот самая крайняя картинка, это предполагалось, что это эйфелева башня. Просто мы пока не умеем определять случаи, когда внутри билдинга находится, геометрически внутри, находится еще building-парт, и вот у него тоже есть своя высота. Тогда высоту объемлющего билдинга не нужно учитывать. Получается, что в итоге мы применили высоту вот этой вот объемлющей, самой нижней плоскости. получился вот такой ми-цилиндр, вот что-то такое. То есть это нам еще подстоит решить когда-нибудь. Какие проблемы могут возникнуть из-за того, что мы добавили в нашу карту трехмерные здания? Ну, очевидная проблема, что за ними плохо видно все остальное. То есть вот в таком случае, когда мы смотрим на карту, мы, получается, не видим здесь ни развязок, которые находятся с этими зданиями, иногда не понимаем, к чему относятся значки, потому что они у нас рисуются поверх нашей поя, и видим какой-то навигации, которая тоже находится внутри зданий, и там какие-нибудь дорожки показывают или что-то такое. Поэтому, конечно, нужно делать эти здания полупрозрачными. А как, собственно, это сделать? Ну, есть два варианта. Либо мы рисуем их полупрозрачными как бы по-честному, то есть OpenGL-ю говорим, что вот такие-то вершины имеют как бы неполную альфу, и смешивание будет происходить именно с помощью OpenGL-ю, вот этих граней непрозрачных, то есть полупрозрачных. Но у такого подхода есть много недостатков. Во-первых, очень много полигонов придется рисовать, раз они все потенциально видны. Эти полигоны, помимо прочего, нужно отсортировать по глубине, то есть начинать рисовать с самых дальних и потом к ближним, чтобы правильно перекрытие этой прозрачности происходило. И не только как бы это нужно, нужно еще учитывать, что грани могут пересекаться и так далее. Ну и вообще чисто визуально это тоже не особо нужно, потому что все эти, даже полупрозрачные стены с одного здания будут просвечивать через друг друга, и это как бы лишняя информация, которая будет замусоривать карту. Поэтому мы используем другой подход, который, в принципе, не только мы используем. Это рисуем наше здание просто в отдельную текстуру, то есть просто слой здания, со зданиями рисуем в пустую текстуру, а потом эту пустую текстуру с прозрачностью накладываем на наш итоговый кадр. И в итоге получается чистая картинка. OpenGL делает за нас всю работу по отсечению невидимых полигонов, и нам это стоит дополнительно просто драком на отрисовку этой текстуры. И вот так получается. То есть мы не видим, что творится за полупрозрачными стенками здания. То есть мы не видим взаимного их расположения, но в итоге сами здания на карте выглядят прозрачными. И даже внутри здания мы видим все дорожки и жена пути, которые там должны находиться. Ну и здания-то мы сделали, но как их, собственно, показывать в обычном режиме карты? Преструктивная проекция нужна только для того, чтобы включать ее при режиме навигации, а при обычном пользовании карты она излишняя и слишком нагружает наш мобильный телефон из-за того, что там уже очень большой объем данных нужно вычитывать и отображать. Ну и в общем это неэффективно и неудобно. Поэтому, помимо нашей традиционной ортогональной проекции плоской и перспективной, мы добавили изометрическую проекцию, которая очень проста в реализации. она не требует таких сложных преобразований, как перспективная. И все, что нужно сделать, это просто сдвигать вершины на экране в зависимости от NZ по оси Y. То есть оси XY как были ортогональны друг к другу, так и остались, а вот оси Z мы как бы искусственно наклонили к экрану. То есть это, конечно, не настоящая проекция, она к реальной картинке не имеет отношения, но для удобства очень полезная. Соответственно, можно посмотреть, что основание здания остается на прежнем месте, а вот с самого высоту мы как бы искусственно наклонили. Это вот вкратце то, что мы делали. Если слушаю, какие у вас есть вопросы, спасибо за внимание. По перспективной проекции отражается очень много разных объектов. Не думала сделать туман в айгнете. Туман, который скрывает часть карт, которые... да, мы думали об этом, но есть у этого недостатки, что он все равно занимает какое-то место на экране, на котором ничего полезного в итоге не отображается, кроме тумана. А дополнительно... не так много от этого пользы, мне кажется. Ну и как бы не только мне кажется. Потому что рисуется далеко тоже пользы особо нет, потому что там уже было сложно различить, где конкретно находится на тумане. туман. Ну мы обсуждали не один раз с Ромой такой вариант рисования тумана, но если делать его довольно топорно, то это не очень красиво выглядит. Если просто какую-то такую текстурку, например, с полупрозрачностью натягивать на горизонте, которая будет загораживать там, и не давать видеть то, что там здания резко обрываются. Но если в итоге Игорь захочет, который наш дизайнер, сделать такой режим, то сделаем. Пока мы поработали над тем, чтобы немножко увеличить предельный угол наклона при максимальном зуме, потому что когда мы очень близко приближаемся, все-таки очень мало получается видно на экране, и мы еще немножко наклоняем нашу плоскость. Я даже могу показать. То есть во-первых, мы постепенно меняем угол перспективы, раньше у нас это было рывком мгновенное такое откидывание плоскости, а теперь вместе с изменением зума мы меняем и наш угол наклона плоскости. И мы его меняем в два этапа. Сначала до 45 градусов, потом до 50 писи, потому что когда мы уже приближаемся на достаточно близкое расстояние, не так много объектов остается под тех, кто попадет в наш обзор, поэтому можем позволить себе откинуть плоскость еще пониже с точки зрения производительности. Если откидывать так низко плоскость на достаточно далеком зуме, то очень уж много объектов попадает в кадр и это очень долго рендрится и нагружает систему, и мы не можем себе этого позволить. А вот уже на последних зумах легко. То есть чем дальше мы увеличиваем зум, тем больше наклоняется угол, но дистанция видимости при этом практически не меняется.